привет друзья вы часто присылаете мне в instagram фото монет 50 копеек разных годов а именно 50 копеек 1992 года и 50 копеек 1994 года и возможно в будущем эту монету будут убирать из номинального ряда как и мелкие копейки и в этом видео я хочу вам показать дорогие 50 копеек 94 года которые я купил к себе в коллекцию у своего подписчика на первый взгляд это какие-то странные монеты 50 копеек а стоят они больше 500 гривен а разобраться что это такое и сколько это стоит поможет вот эта книга экзонумия авторы этой книги сами являются коллекционерами и благодаря тем знаниям и изучению монет долгие годы появилась эта книга чем цены эти 50 копеек они являются монетой выпущенной в ущерб обращению не монетным двором подделывать платежные средства начали почти сразу после их появления и на разных профильных площадках по продаже древности и антиквариата мы можем встретить поддельные платежные монеты платежные слитки подделывая гривны тех времен но это можно посмотреть в разделе нумизматика на виолите и не обошел этот процесс и современную украину после проведения денежной реформы в 1996 году ну так как финансовое положение было сложным почти сразу появились подделки на 50 копеек 25 копеек и даже одну гривну курс был две гривны к одному доллару представьте какой как это было выгодно подделывать тогда украинские монеты использовались различные способы подделок более подробно указано в этой книге и принцип каталога заключается по методу именно изготовления поддельных монет так как монеты выпускались не какой-то единой организации а в разных форматах у разных людей вот такие форматы подделок использовались это чеканка на заготовке штемпелями до стандарты метод чеканки только уже не в национальном банке до неофициально метод составной это чуть подробнее могу рассказать в следующем выпуске как это происходит это литье бывает как в многоразовые формы так и в одноразовые и на чпу ну это электронные приспособления и в этой книге показаны монеты в различных способах изготовления более 100 экземпляров фальшаков представлено в каталоге как думаете сколько времени понадобилось для подготовки такого труда как я знаю полтора года авторы готовили данную книгу изучали монеты покупали их на разных площадках полтинники мы еще получаем на сдачу и можем поискать в копилках что-то интересное именно поэтому я показываю вам эту книгу и эти монеты она может быть интересно многим коллекционерам так как раскрывает секреты изготовления монет в данном случае фальшаков как мы можем заметить некоторые монеты сделаны настолько качественно что их трудно отличить от настоящих монет некоторые настолько примитивно что непонятно как можно такой монеты вообще рассчитаться и есть специально ухудшали качество состояния чтобы люди не заметили что это подделка ну вот как например на этой монете материал фальшаков использовали тот какой у кого был это и там пак и свинец и какие-то другие материалы и это делает коллекционирование таких монет особенно красочным и интересным цена на такие фальшаки очень разная от 500 гривен до нескольких тысяч в зависимости от уникальности красоты ссылку на раздел с фальшаками на виолить я оставлю в описании и вы можете посмотреть какие были продажи какие примерно цены и какие они бывают также вы можете выставить на продажу или прикупить к себе в коллекцию а если вам интересно эта книга напишите мне в комментариях я сниму более подробный обзор с показом примеров фальшаков и конкретно разберем эту книгу буду ждать ваши комментарии а в описании к видео вы найдете ссылку на покупку данного каталога это для тех кто любит физически держать подобную книгу и она довольно большая красочная и вы сможете почитать например перед сном холодным зимним вечером разглядывая свои монеты друзья я желаю всем удачных поисков редких монет и не только просто вам удачи по жизни фарта и до встречи в новом видео до вторника жду ваших комментариев всем пока